всем привет друзья нас наконец наступила зима да и как ни странно эта зима приносит кучу проблем да мы с вами болеем и сегодня я с вами пообщаюсь о том как можно выздороветь буквально ну скажем так за три дня и это мой личный опыт ну чё поехали ребят начну с самого главной конечно с предыстории как это все получилось вот был на свадьбе последний и промерз на улице как получилось ну честно говоря каравай в не вовремя привезли вот технический момент возник пришлось с гостями находиться на улице вот и чего получается на следующий день почувствовал полное недомогание вот конечно у меня морозило мне было хреново глотать не мог горло болело нос но все как полагается честно говоря вот из чего собственно я начал лечиться сейчас а быстренько вам и расскажу и так друзья начнем пункта первого начну конечно с пункта первого и так это промывание носа и горло до промываем его соленой водой морской вот возможно сочетание с содой вот это в принципе делается не в больших дозах стакан воды добавляется туда ложечка пол чайной ложки нашего или морской соли или соды вот берем это все мешаем вот и конечно начинаем промывать как промывать я думаю очень просто и понятно еще в детстве нас мамы пытались учить то что надо носом вдыхать и конечно пытаться выпрыгнуть через рот да очень сложная система но тем не менее кто-то до справляется вот если у вас это не получается ребят хотя бы попытайтесь взять пипеткой их себе в нос по заливать эту неприятную жидкость вот я думаю у вас все получится вот по поводу полоскания гурла я думаю вы знаете очень просто берем полоскаем и плевом да где-то 50 на 50 то есть 50 процентов нашего стакана это нос 50 процентов рот и так он второй и так друзья пункт второй конечно это у нас с вами обработка горла спреев полно на самом деле вот один мудрый человек я сказал что нужно брызгать горло в таких ситуаций каким-то спреем с наличием серебра честно говоря до сегодняшнего дня до сих пор это не представляет что такое может кто из вас прочитает и знает скажет расскажет комментариях оповестить но я расскажу то что есть у меня опыт вот есть такая штука называется миромистин да только не надо мне рассказывать том что это для лечения и профилактики различных венерических заболеваний и так далее нет она снимает спокойно это обычный спрей снимает отеки горло ну в данном случае хотя бы убивает наши микробы которые на слизистой находится вот но как пользоваться я думаю тут все понятно это мой опять же совет что касается всех остальных случаев я вам скажу так можно пользоваться обычными дешевыми спреями вот которые без особых наворотов вот но по крайней мере горло должно действительно быть обрабатываться вот пока моя позиция на миромистине и так когда третий пункт это конечно чё но обработка горло совершено теперь нам нужно что-то из антибиотиков да поэтому берем на мой взгляд вариант такой анаферон это назвать антибиотиком я конечно не могу но я на нем остановился потому что у меня нет на него аллергии вот гаметь гомеопатические препарат как бы так называется этого по сути действия этого анаферона вот он как бы усиливает иммунитет но собственно что нам сейчас и нужно вот но и как пишут его инструкции он борется с вирусами вот возможно моем случае это как-то помогает вашем случае есть не помогает ребят я говорю так воспользуйтесь тогда как целом как мы употребляем анаферон или тот же когда цел анаферон мы употребляем первый день по через каждые 2 2 часа по одной таблеточки хаваем его ну конечно это опять же большая доза но попробуем там сколько насколько я помню вроде первые шесть часов это в таком объеме потом упрощаем уже по одной таблеточки раз где-то в 6 часов на следующие дни последующие я рекомендую по одной таблетки три раза в день вот это что касается наферона вот что когда цел первый день тоже интенсивно вроде по две таблетки он пьется три раза в день вот там принципе есть курс когда цел а он должен несколько дней подряд употребляться вот там прямо вас прописано в инструкции но друзья как бы там не было я скажу не злоупотребляйте хотя по поводу анафероны и сам читал в интернете случай когда ребенок его захавал целую пачку и собственно малыш и остался жив даже его не они откачивала скорая вот так что судите сами кого какая реакция итак следующий пункт друзья это конечно как мы сбивать будем температуру ну и собственно все наши ее предрасположенные показатели короче симптомы простуды или гриппа ну что это сделаем просто скажу так на самом деле вот моя чистая рекомендация целый день терпим даем возможность чтобы организм нас сражался все-таки с болезнью потому что температура где-то до 38 ну как бы это не было плохо не звучало она все-таки нормальная организм пытается бороться вот если все-таки вообще уже не терпите и да не можете выдержать но у каждого своя чувствительность можно так сказать давайте будем ее как-то сбивать сбивать мы можем ее при помощи обычного парацетамола но я опять же скажу мы это можем его использовать исключительно перед сном чтобы мы ночью хоть могли спать вот если мы хотим чтобы ну скажем легче стало да хоть немного вот мой совет не пользуйтесь никакими чайками типа колдрекса террафлю и прочей хрени по поводу колдрекса скажу сразу был у меня плохой печальный опыт я заболел катался на мотоцикле легко потом недомогание в общем пил я несколько дней подряд эти чайки ничего не добавлял свой прекрасный лечебный рацион и в итоге у меня обнаружили пневмонию левостороннюю да вот такая хрена получилось ничего сделать не мог пришлось потом ампицелин и прочую хрень колоть ну очень неприятно дело на самом деле вот что касается сейчас вам конечно нужно воспользоваться такими таблеточками праздниками типа ринзы но это опять же у кого какая польза я честно говоря в этот раз остановился на таком препарате как ринза не думал что от него будет какой-то отлог ну как оказался не знаю он отличается по сути этих чайков тем что там процитамала достаточно ну больше вот и в нем добавили почему-то кофеит читал инструкции вроде какая-то в общем ребят два раза в день утром вечером таблеточки мне этого хватало для того чтобы пропотеть для того чтобы температурка сбивалась и вот и собственно говоря я сочетании со всем курсом лечения увеличиваются и теперь что могу сказать еще ребят есть еще дополнительные скажем так дополнение следующий вот есть еще дополнительные наши такие мази типа доктора мама звездочки и прочее кстати по поводу звездочки сразу скажу это мазь русская я вам сейчас покажу и она прямо будут вот и вот звездочка это мазь еще она в советском союзе подобие было ну как всегда мы знали сейчас только картинка осталось похоже вот его конечно польза есть мы можем ей под носом вот я еще умудрился помазать гаймору пазухи то есть вот здесь но вот чем получилось я не знаю кажется сейчас на улице не видно но сегодня у меня лицо пекло ребята я понял одно что на меня на нее долбанная аллергия вот поэтому моим совет не пользуйтесь этой звездочкой а если пользуйтесь то аккуратненько вот я вам советую все таки становиться на такой мази как доктор мог бы кормом мать которая согревает кстати сразу помните что при большой температуре не надо не надо это делать не нужно ничего потому что вы только себе хуже сделайте но помогает она сбить это мать заложенность носа мажем здесь здесь гаймору пазухи если горло болит а у нас обязательно будет болеть при подобной простуде мажем здесь горло там где ваши гланды вот потому что мы согреваем и конечно даем возможность организму хоть чуть-чуть насытиться теплом и эту дробанную простуду выкинуть хоть не забываем бронхи здесь же все промазал грудь вот конечно так становится вонючими неприятными для окружающих но это ненадолго вот но вот как то так друзья с этим мы разобрались вот теперь как я говорил если мы будем все интенсивно делать то максимум через три дня мы уже станем на ноги и вот как я сегодня смогу уже двигаться но я еще хочу добавить один момент есть народные способы если мы простыли необходимо ноги пропарить воде вот эффект честно говоря мне никакой не не дал никогда пропарил горячей горячей воде горчичный порошок туда кидали чего угодно горят еще в водку водкой растереть но я вам скажу это в том случае если вот сейчас вы резко простудились точнее промерзли да не просто делись а именно промерзли вот и выхода нет вы просто берете действительно и мажете тебя чем хотите спиртом водкой что хотите да вот ну не злоупотребляйте я же за трезвый образ жизни поэтому я решил все-таки лечиться более подходящими пристали не знаю может быть там вот это помогло в любом случае друзья спасибо всем за внимание я рассказал как я борюсь простудой подписывайтесь на канал ставьте пальчик вверх и остается с вами дальше